Тезис «РФ нужна передышка» вернулся в информационное пространство в связи с обсуждением темы президентских выборов в Украине в последнее воскресенье марта 2024 года. Вернулся в качестве аксиомы «Нужна и все». Опираясь на него, пытаются решить вопрос – проводить выборы в марте или отложить до распада РФ, а может лучше – до взятия Москвы. Но даты этих событий не берутся назвать ни офис, ни даже уволенный из его советников Орестович. Виталий Портников, выступая в стиле ветхозаветных пророков, тоже не вносит ясность. Когда Портников рассказывает о древности еврейского народа в сравнении с украинским и говорит о фараонах, как о своих знакомых, но не настолько близких, как члены ЦК КПСС, с которыми он общался, то возникает подозрение, что в прошлых жизнях он успел побывать в египетском, вавилонском и ассирийском плену. Вероятно, был одним из тех, кто, сидя в плену в Ниневии, писал пророчество о неизбежном крахе Ассирии за то, что сожгла города Иудейского царства. Теперь предрекает конец РФ и московского плена. Как и все пророки, не отличается оптимизмом и избегает четких дат. При всем уважении к фараонам и к Портникову, вопросы «РФ нужна передышка» и другие от этого не проясняются. Гораздо больше ясности вопрос о передышке внес Михаил Бродский, посол Израиля в Украине, когда в августе заочно полемизировал с нашим МИД о хасидах Умани и разведке РФ. Бродский сообщил, что весь Израиль в большой претензии к Обаме, поскольку из-за него в 2015 году у Израиля появилась общая граница с РФ в Сирии. Посол может сгущать краски, так как Израиль среди бенефициаров российско-украинской войны или по другим причинам. Но дислокация войск РФ в Сирии – это факт. В мае 2022 года Москва вывела из Сирии в Украину часть пехоты и спецназа, но с июля 2023-го ее самолеты активно ищут столкновений с дронами США. В результате США пришлось перебросить на Ближний Восток истребители F-35. Активность РФ не означает, что она на днях атакует Израиль вместе с войсками Асада. Но это точно не показатель, что в Кремле все устали и жаждут передышки. Ситуация на израильско-россейской границе похожа на ситуацию на белорусско-украинской. Но есть два отличия. Войска РФ из Сирии в Израиль не вторгались, как из Белоруссии. А если вторгнуться, то задействуют флот. Неудивительно, что Израиль просит у США эскадрилью F-35. Появление заместителя Шойгу генерала-майора Евкурова 1 сентября в Буркина-Фасо, а перед этим в Ливии, Сирии и ЦАР, тоже не показатель стремления Кремля к передышке. Наоборот, показатель того, что Москва, если и не пытается расширить свою экспансию в Африке, то стремится закрепить за собой все захваченное. Для этого у нее много мотивов. В том числе и тот, что поражение в африканских войнах будет для нее не меньшим ударом по имперскому престижу, чем выход в ВСУ к Азовскому морю. Москва также продолжает плести интриги на Южном Кавказе, где в каждой стране у нее есть войска в разном статусе. В Армении в статусе охраны, в Грузии в статусе оккупантов, в Азербайджане в мутном статусе посредников-переговорщиков. После того, как Азербайджан в августе построил и открыл дорогу в Карабах через Агдам и закрыл через Лачин, пребывание их в этом статусе стало бессмысленно. Но нет ни малейшего намека, что РФ собирается их выводить. Желание обзавестись военными базами в Египте, Судане, Сомали и Эритрее у РФ тоже не пропало. Договоры с Никарагуа и Венесуэлой, размещение там войск РФ тоже не аннулированы. Москва по-прежнему регулярно угрожает Молдове какими-то неприятностями, вплоть до разрыва отношений которых нет, при том, что не может до нее дотянуться. Может только отключить газ из-за обиды, что международный аудит не подтвердил наличие у Молдовы 709 миллионов долларов долго перед Газпромом. В Таджикистане находится 201-я Гатчинская краснознаменная военная база РФ. В Киргизстане под контролем РФ два аэродрома. В Казахстане войска РФ есть не только на Байконуре. Через убежавших от войны из РФ ее спецслужбы отложили личинки во всех странах Центральной Азии, зарегистрировав свыше 16 тысяч малых и средних фирм. Часть их используется для обхода санкций, но высшее их предназначение – быть опорными пунктами имперской экспансии. Если российско-украинская война останется в замороженном состоянии, то колонизаторская экспансия РФ в Центральную Азию будет нарастать. Все это указывает, в Кремле не устали и готовы не только к походам на запад, но и на юг, и на восток. Незабытый север Шойгу слетал на новую землю, чтобы еще раз напомнить о претензиях Москвы на Арктику. Утомление от войны с Украиной явно не просматривается. Наоборот, заметен рост аппетита во время еды. Новые захваты земель в Украине в 2022-2023 годах только возбудили российского монстра. Какая жажда передышки! РФ настраивает на вечную войну Путина, как назвала это состояние Нью-Йорк Таймс. Насколько все в Кремле и в Москве, делающие погоду по всей РФ действительно настроились внутренне на вечную войну, отдельный вопрос. Очень вероятно, что на вечную войну настроены не больше, чем жители СССР после 1980-го были настроены на построение коммунизма. Очевидно, прямая аналогия. КПСС обещала построить коммунизм к 1980-му и не построила, а Единая Россия обещала захватить Украину в 2022-м и тоже не захватила. В результате захват Украины становится таким же вечным процессом, как после 1980-го года построение коммунизма в СССР. Эта аналогия настолько очевидна, что весь год в РФ идут дебаты о целях войны с Украиной под заголовком «Какие задачи у СВО, когда их можно выполнить и чего для этого не хватает?» Если в СССР национальной идеей было построение коммунизма многонациональным советским народом, названным в Конституции 1977-го года новой общностью людей, то многонациональному российскому народу из Конституции РФ 2020-го поставлена задача завоевать Украину, но не указано, какому году. Ленин в марте 1920-го на 10-м съезде РКПБ после дискуссии объявил НЭП в качестве передышки в построении коммунизма, но коллективные и индивидуальные Путины пока молчат о передышке в деле завоевания Украины. Наоборот, все в тюрьме народов говорят о масштабной осенней мобилизации. Пройдет она под личиной расширенного осеннего призыва или как официальная мобилизация, значения не имеет. В таком контексте нет видимых причин считать, что Москве позарез нужна передышка в войне с Украиной. После взятия Бахмута она де-факто устроила себе такую передышку и с апреля не пытается своими наступлениями обвалить нам фронт на широком участке. РФ с апреля теряет в день по всему огромному фронту 500-600 солдат или около 20 тысяч в месяц. Добилось только небольших продвижений под Вильшаной в сторону Купенска и на соседних участках Восточного фронта. На фронтах в Приазовье продвижений у армии РФ нет, только плановое отступление. Наступлений нет, но передышка есть. Схема РФ нужна передышка, а нам нужны выборы очень неоднозначно во всех аспектах. При том, что Кремль вполне устроит вариант заключить в декабре даже не перемирие, а просто прекращение огня, чтобы в марте 2024 года президентские выборы в РФ и в Украине прошли не в условиях войны и военного положения. Просто перестать стрелять, как любил до февраля 2022-го говорить Зеленской. Можно еще провести большой обмен пленными к Рождеству. Переговоры о переговорах и о перемирии в этой схеме логично откладываются на послевыборов. Для Кремля такой вариант более чем приемлем, так как его ситуация гораздо хуже, чем принято считать. Но это хуже не означает, что к концу года в РФ все обязательно посыпется или что-то подобное. Может и посыпется, но не обязательно. Кроме этого, у Кремля есть еще минимум одна веская причина. Все его стратегии по завоеванию Украины зашли в тупик, как и попытки построить коммунизм. Поэтому надо или менять стратегии, или отказаться от завоевания Украины, как национальной идеи россиян, но без отказа от уже захваченного. Во всяком случае, без отказа от Крыма и Приазовья, как коридора к нему, подвесив их в статусе, так сказать, спорных территорий. При этом Кремль получит еще и возможность, как обычно, поучаствовать в выборах в Украине. Идею завоевания Украины можно на время тоже отложить, заменив идеей освоения Африки, возвращения Южной Сибири или еще чем-то. А в удобный момент к ней вернуться. Поскольку в этой схеме нельзя совсем ничего не вернуть Украине, то на российских картах 6% территории Харьковской области обозначены как оккупированные, а не входящие в состав РФ. Выборы и демократия нам, безусловно, нужны. Как и победа. Но не любой ценой и точно не в ситуации, когда микрофон отключен у всех, даже у Верховной Рады, и включен только у президента с завхозом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин